Добрый вечер. Я понимаю, что времени уже очень много и все устали, да, ну, поэтому очень быстро и попытаюсь сократить. Да, реабилитировать, совершенно точно. Достижения в области интенсивной терапии привели к увеличению выживаемости, и ранняя реабилитация является важным вмешательством, которое предотвращает и смягчает неблагоприятные последствия длительного постельного режима искусственной вентиляции легких. Реабилитация проводится физиотерапевтом, адаптирована к потребностям пациента и зависит от состояния сознания, психологического состояния и физического статуса пациента. Ранняя физиотерапия включает любую активную пассивную терапию, которая способствует движению и включает мобилизацию. Если этот процесс не происходит, то, естественно, возрастают затраты на оказание услуг, длительность пребывания пациента в стационаре и последующие наблюдения пациента вследствие его инвалидизации. Физическая и психологическая и эмоциональная дисфункция может сохраняться у пациентов и лиц, осуществляющих уход, что очень важно, от 1 года до 5 лет включительно. Введение в клиническую практику протокола А, Б, С, Д, Е, Ф, и особенно последних двух пунктов – это ранняя мобилизация и упражнения, и контакт, ваорит и обучение родственников уходу – значимо повлияло на когнитивную и эмоциональную сферу пациентов, уменьшило эти расстройства, по данным литературы, но при этом никак не повлияло на физическую активность больных. 25% перенесших критическое состояние пациентов имеют периферическую миопатию, связанную с проведением механической вентиляции свыше 4 дней, и 18% пациентов – снижение массы тела в первые 2-3 недели иммобилизации. Хорошо изучен вред длительной иммобилизации, который оказывает неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную систему, а также опорно-двигательный парад приводит к развитию осложнений и формированию последствий критического состояния как соматических, так и психологически худшающих качества жизни больных и приводит к увеличению сроков госпитализации пациентов. Поэтому становится очевидна необходимость проведения ранней активизации с восстановлением важнейших двигательных навыков самообслуживания. По данным крупных многоцентровых исследований, мобилизация пациентов и физическая реабилитация в отделении интенсивной терапии кажутся безопасными с низкой вероятностью возникновения неблагоприятных событий. Вот посмотрите, совершенно немного удаления внутрисосудистых катетеров, но падение характерное для этой группы пациентов. И хочу обратить внимание еще на один пункт. Четыре остановки сердца в этом систематическом обзоре произошли только в одном из центров, из всех 48 центров анализируемых. Очень важный момент. Разработаны были рекомендации по обеспечению безопасности пациента в критическом состоянии и с ИВЛ, и при проведении физической реабилитации. Ну, очень просто. Правила светофора. Зеленый можно, желтый – стоим, ждем, думаем. Красный нельзя ни в коем случае. Обратите внимание, что разделены группы по неврологическим, сердечно-сосудистым осложнениям, по использованию вспомогательных устройств. И также выделены другие осложнения. Вот там, где красненьким, там нельзя. И таких очень мало. То есть противопоказаний на сегодняшний день фактически для старта ранней мобилизации и реабилитации нет. Это важно. Какие же методы ранней проводятся, апробация, применение рекомендаций? Вот несколько работ появилось за 2017, 2018 и 2019 год. Вот наиболее значимое это, что эти рекомендации широко применяются в клинике и безопасны для использования. Какие же методы ранней реабилитации признаны наиболее эффективными? По данным рандомизированных многоцентровых исследований с высоким классом доказательства, это мобилизация при проведении ИВЛ и реабилитация, начавшаяся в течение трех дней от момента госпитализации пациента. Задержка старта физической реабилитации значимо снижает реабилитационный потенциал. Одиночные исследования с высоким классом доказательства или одиночные исследования с низким классом доказательства свидетельствуют о пользе применения электростимуляции, цикла эргометрии, мобилизации после ИВЛ и о неблагоприятных эффектах применения физической реабилитации у пациентов с сепсисом. К этой группе пациентов немножко отдельное отношение. Сейчас вышла обновленная книжка Винсента, наверное, увидели, до 2019 года, в которой тоже много ограничений есть. Среда интенсивной терапии представляет множество проблем. И ранняя мобилизация в отделении интенсивной терапии – это комплексное вмешательство, требующее междисциплинарной координации и коммуникации. Целью реабилитации является скромное сохранение функции, а не амбициозное восстановление пациентов, которые и так уже потеряли некоторые функциональные способности. В чем же секрет успеха? В учете всех факторов, влияющих на процесс физической реабилитации, необходимо учитывать объективный статус больного, включающий возраст, сопутствующие патологии, когнитивно-эмоциональные расстройства, гириартрические синдромы, мышечную массу, физическую функциональность, социальный статус и адаптацию больного. Для онкологических больных необходимо учитывать особенности биологии опухолевого роста, а именно правильно оценивать ту фазу взаимоотношения в системе организма опухоль, в которой находится пациент на каждом из этапов реабилитации. Следующая группа – это факторы критического состояния, тяжесть заболевания, невромиопатия критического состояния, сроки иммобилизации, искусственной вентиляции, длительность пребывания в арит, гликемический профиль пациента, адекватность и достаточность нутритивной поддержки, нарушение сознания и когнитивные расстройства, а также необходимость использования легкарственных средств, в том числе и анестетиков, картикостероидов и мерилоксантов. Ну и третья группа – это, безусловно, организационные факторы. Наличие сотрудников, реанимация отделения, которые имеют опыт работы с пациентами, которые могут находиться в делирии или требуют седации. Второе – это наличие сотрудников, которые могут проводить реабилитационные и мобилизационные мероприятия. Наличие специалистов и персонала для проведения реабилитационной мобилизации также является строго обязательным, причем лучше, конечно, если будут суточные дежурства. График их работы нужно учитывать. Наличие оборудования для проведения реабилитационной мобилизации. Успех кроется также в проведении адекватной диагностики и оценки пациента на всех этапах госпитализации. Эта ситуация связана, если это плановая хирургия, до отделения реанимации, при поступлении в отделение реанимации и на этапах всей госпитализации. В зависимости от тяжести, состояния и места пребывания пациента необходима оценка статуса занятости, образования, социальный статус и повседневную активность, коморбидную патологию, оценку физического статуса по шкале, слабости, когнитивная функция, болевой синдром, нутритивный статус. При оценке физического статуса пациента, помимо шкалы оценки мышечной силы, наиболее информативным на сегодняшний день признаны 4 шкалы. Ну и вот в данном случае качество жизни, шкала Чарлсенда, коморбидности, которая уже тоже общепризнана, вот это шкала Фрайти, диагностика когнитивных расстройств, причем с рекомендациями, которые вызданы были в 2018 году по когнитивным нарушениям в качестве экспертизы качества, обратите внимание, принятые в Российской Федерации. Болевой синдром, лаорит, да, все тоже достаточно просто, все шкалы нам известны и широко применяем все их. Саркопения и миопатия – это то, что касается нутритивного статуса, это то, на чем мы тоже сейчас сосредоточились, по причине того, что очень много пациентов пожилого возраста и страдающих саркопенией, да, и вынуждены проводить инструментальные методы диагностики для того, чтобы эту позицию своевременно корректировать. Оценка физической силы стандартно проводится по шкале количественной силы и силы оценки мышечной массы, да, тут ничего нового. А вот новые, да, шкалы, которые сейчас пришли в Российскую Федерацию, четыре наиболее информативные, да, и четыре наиболее доказательные – это шкала мобильности. Вторая шкала – это шкала физической оценки Челси, да, широко внедряется сейчас. И еще одна шкала ФСС, она основана на определении функциональной независимости пациента ВАОРИД. Также используется шкала физической функции ВАОРИД. И вот эти шкалы, их нужно оценивать на всех этапах реабилитационного процесса для того, чтобы составить впечатление, да, и правильно оценить эффективность реабилитационных мероприятий. В ходе госпитализации ВАОРИД необходима ежедневная оценка пациентов. Если мы уже переводим пациента на отделение на второй этап реабилитационного лечения, тогда он получает уже еженедельную оценку по данным шкалам. Есть еще другая сторона медали, связана она с наличием обученных специалистов, да, и опять же, с их графиком работы и наличием оборудования. Данные между центрами разнятся. Вот я уже показала одну из статей. Почему? Потому что разные совершенно получаются результаты, и не всегда они совпадают. Когда стали сравнивать, выяснилось, что имеет значение и суточный график работы, 5-дневная неделя, 7-дневная неделя, да, по оказанию реабилитационных мероприятий, сколько времени проводит пациент, да, сколько сеансов, 4 раза в день, по 30 минут, по 25 минут. То есть длительность, кратность и многодневность, она тоже имеет огромное значение при проведении реабилитационных мероприятий. Еще хочу обратить внимание на профессиональный стандарт. Мы все знаем, что в октябре 2018 года был принят профессиональный стандарт по анестезиологии и реаниматологии, да, мы специальность молодая, с 2015 года существуем только. Я хочу сказать, что в этом стандарте указано и прописано четко, что мы должны заниматься ранней реабилитацией, да, и, к сожалению, хотим мы не хотим, теперь мы будем этим заниматься. И обучения, конечно, нет еще, последний клинический ординатор этого года еще ФГОС не подготовлен, но, наверное, с этого года все-таки он произойдет. То, что касается второй позиции, связанной с новым профессиональным стандартом специалист по медицинской реабилитации. Октябрь 2018 года, 572Н, выходит новый профстандарт. Кто будет заниматься медицинской реабилитацией, пока непонятно. Почему? Потому что ни врачей ЛФК, ни врачей-физиотерапевты пока не обучены, тоже ФГОСа как такового нет. Да, и, ну вот, по мнению Ивановой, она считает, что это должны быть обязательно врачи-онкологи, да, которые будут курировать, в данном случае именно для онкологии, проведения медицинской реабилитации, будут возглавлять междисциплинарную бригаду. Тоже очень интересный вопрос, да, как это все будет осуществляться в рамках отделения реанимации. Реабилитация также, по мнению Галины Евгеньевны, должна начинаться в первые 48 часов от постановки диагноза и должна быть проведена до оперативного вмешательства. Состав мультидисциплинарной бригады. Ну, наши зарубежные коллеги предлагают все-таки четырех специалистов, включая это врач-реаниматолог, нутрициолог, онколог и реабилитолог. Да, взаимодействие также пока не решено, каким образом оно будет проводиться в условиях отделения реанимации, кто будет главным в данном случае, да, кто будет помогать и как будет осуществляться взаимодействие внутри этой бригады. Цель очень важна. Почему? Потому что цель, она должна быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной во времени. То есть сначала выставляется потенциал, определяется на основании инструментальных и шкал функциональной оценки, выставляется диагноз, обозначаются цели и прогноз. И на основании уже заключения бригады составляется реабилитационный план. Поэтому цель очень важна. Формулировка целей и прогноза для экологического больного необходима. Методы физиотерапии. И какие методики мы можем применять на сегодняшний день? Ну вот, один из вариантов протокола собрания мультидисциплиной бригады. И я еще раз хочу обратить внимание, что это все лучше делать в первые сутки. Потому что через 48 часов вы вроде как должны начать старт по распоряжению. Или тогда пишите, почему вы этого сделать не можете и придется объясняться. Потому что мы идем и работаем в рамках стандартного протокола ОМС или ДМС, в зависимости от того. Но будут вопросы и ошибки страховых компаний. Методы физиотерапии разделяют на пассивные и активные. К пассивным методам относятся пассивные движения, пассивные изданные велосипеды, электрическая стимуляция мышц, пассивная вертикализация с возможностью шага. Да, вот здесь представлен алгоритм. В данном случае он хорошо уже известен. Очень много работ было по этому поводу написано. С критериями включения и с ограничениями для, в данном случае, да, и с ограничениями. Вот так выглядит эта пассивная изданная велосипеда, да, в условиях отделения реанимации, в условиях проведения механической вентиляции. Электрическая стимуляция мышц. И здесь сеансы тоже указаны. Длительность до 60 минут, 45 Гц ежедневно проводится. Пассивная вертикализация. Желательно, конечно, если это будет стол вертикализатор с возможностью шага. Ну, следующий этап, да, один из вариантов ассистенции, если пациент достаточно стабилен и так далее. Активные техники – это когда пациент уже сам может чего-то сжимать, сгибать и так далее. Лечебная физкультура, циклоэргометрия, тренировка мышц вдоха, тренировка баланса, вертикальной позы перемещения и функциональной мобилизации. Вот основные направления, которые сейчас доказаны и являются эффективными и рекомендуемыми для использования. Еще один из алгоритмов для проведения как раз активной цикла эргометрии – то, что касается респираторной реабилитации. Мы очень долго и много всегда в Российской Федерации говорили о респираторной реабилитации. Методы, какие используются – мобилизация, пронпозиция, пассивное и активное упражнение для конечностей, ротационная терапия, тренировка мышц, периферических мышц, нервно-мышечная электростимуляция, ручная гиперинфляция и так далее. Они здесь все перечислены. На сегодняшний день наиболее безопасной, доказанной и эффективной является тренировка мышц вдоха. Для отдельных пациентов она облегчает вининг с потенциальным сокращением продолжительности пребывания в отделениях реанимации и продолжительности проведения неинвазивной вентиляции легких и после экстубации. Все. Больше пока ни одна из методик. Сказать, что они работают и высокоэффективны мы не можем. Почему? Потому что нет доказательной базы, нет подтверждающих, что респираторная физиотерапия является отдельной частью респираторной помощи у пациентов с механической вентиляцией. Все опубликованные исследования слишком разнородны, небольшие и немощные. Поэтому на сегодняшний день говорить о респираторной реабилитации не совсем корректно. Рассматривается вопрос о использовании компьютерной стабилометрии с биологической обратной связью и интерактивных игр. Почему? Потому что техника идет в будущее, особенно это касается пациентов с когнитивной дисфункцией. Это очень интересное направление, и я думаю, что у нас еще оно очень порадует. Метаболические потребности. Варит. Также плохо изучены в условиях мобилизации и критического состояния. Недавние исследования показали, что существует значительная неоднородность потребностей в энергии между пациентами в критическом состоянии, выполняющим одинаковые функциональные действия, и нет. Например, даже в положении сидя. Почему? Потому что у них разные затраты белка и разные энергетические потребности. Это выяснилось с использованием метаболографов и так далее. Психотерапия в онкологии очень важна. Носит она, конечно, мотивационный характер. Используется по-прежнему, и эффективными в использовании являются коппинг-стратегии и когнитивно-поведенческая терапия. Она по-прежнему остается очень востребованной. Но с учетом того, что у нас появились возможности взаимодействовать с родственниками, что есть контакт у пациентов с родственниками в условиях отделения реанимации, то последняя модель, 4С-модель, которая является рекомендованной, это модель 4Е или 4ЕС. Это вовлекать, обучать, выполнять, оценивать. То есть обучаем мы не только пациента, но и его родственников. Это тоже важно, особенно при оказании помощи онкологическим больным, особенно при оказании палиативной помощи. Это тоже нужно обратить внимание. Ну и выводы, и предложения. Выводов тут не получится, наверное, только предложения и рекомендации. Реабилитационный потенциал, прогноз, диагноз, цель и план должны быть установлены в первые сутки после поступления пациента в отделение реанимации. Реабилитация должна быть начата не позднее, чем через 48 часов после поступления в аварит. Исключением является проведение ранней реабилитации пациентов с диагнозом сепсис. Ранняя мобилизация в ходе проведения ИВЛ не влияет на летальность. Очень важный момент. Сокращает сроки госпитализации, положительно влияет на когнитивные функции. Выбор инструмента оценки физической функции важен. Необходимо учитывать полезность измерения на протяжении всего цикла. То есть эти шкалы, они медленно перетекают одна в другую. И мы можем очень четко отследить, как эффективность работает, как работает та или иная реабилитационная методика. Оценочные шкалы должны быть унифицированы для всех клинических центров с целью оценки эффективности ранней реабилитации. Ну, понятно. Необходимо использование в ранней реабилитации безопасных методик мобилизации, вертикализации. Возможно, что методик физиотерапии. Почему? Потому что сейчас они, опять же, не очень доказаны. Лазер обсуждается до сих пор. Основанных только на большом количестве наблюдений. Если мы будем внедрять какие-то варианты, можем написать, внедрить изобретение в одном клиническом центре, но если это изобретение будет работать только в одном клиническом центре или в одних руках и не будет воспроизводиться в других центрах, то оно не жизнеспособно. На это тоже нужно обратить внимание. Поэтому большой объем диссертации, которая пишется, почему-то потом не воспроизводится. Тоже очень сложный вопрос на сегодняшний день. Критерием оказания помощи должно стать качество, нацеленность на пациента, этапный и текущий контроль качества выполнения поставленных целей, междисциплинарная командная работа являются ключевыми факторами успеха. Все. Спасибо. Почти уложилось. Спасибо, спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, по одному вопросу только, мы просто вышли уже из немножко нашего времени, по докладу Владислава Викторовича Андреева и Ирины Анатольевны Русляковой. Добрый день. Меня зовут Наталья Витальевна Анатрусова. Это Морозовская больница, город Москва. Я хотела внести небольшие комментарии, наверное, скорее, ко второму докладу. Есть строчка о том, что у детей не встречаются данные проблемы. По нашим данным это не так. У нас есть такие пациенты, их достаточно много. Поэтому факторы риска актуальны не только для взрослых когортов пациентов. Ирина Анатольевна Руслякова